открылась а все открылась этим не да ну-ка давайте рассказывайте кто вы такой откуда а ну меня зовут илья из ярославля вообще родился в кирове там окончили цей потом поехал потом в город орел поехал не распределили сюда вот сколько вам лет 26 так и как вы узнали что надо звонить сюда а так я знаете как в принципе я просто смотрел разные ролики в интернете вы можете знаете сергей лазарева сергей николаевич какой сергей сергей лазарев но он вообще христианин он исследователь и он как бы проводит разные семинары у него есть несколько книг диагностика карма известная книга он рассказывает там тоже о боге сергей николаевич лазарев ну в принципе разница нет особой с православием но главное направление он говорит там книги о чем они к чему ведут а допустим я не считал его книги как ущерб что меня хорошо но для вас наверняка ущерба нет вообще он говорит что все проблемы у людей из-за того что у человека уменьшается любовь к богу то есть например что такое совесть он говорит что совесть это когда любовь душа уменьшилась и возникает внутри конфликта например болезни человека тоже то есть когда человек начинает оставить выше бога что-то материальное ну что угодно причем он говорит то есть это может быть и любовь на к работе любовь к семье там даже где-то благородные чувства если становится выше люби богу то что начинает болеть соответственно он говорит что кого бог больше любит тому он как бы сразу показывает например например ажа синий причем тут болезнь господь о болезни не проповедовал идите по всему миру и проповедуйте евангелие ну да ну лазарь видит к он больше исследователь то есть он я не знаю мне сложно объяснить потому что я сам не настолько не настолько образован хорошо ладно я его посмотрю и при чем тут лазарев чтобы на меня вот я просто начал смотреть про лазарева потом в общем потом про он беру что-то прокураем у меня вел бураева андрей кураев и потом каком-то из роликов про кураева я нашел ролик как вы комментируете запись садом всего до чаплина вот по поводу бураева двухчасовой ролик вот и потом я уже начал искать с вами разные видеозаписи потом как-то нашел аккаунт вконтакте там тоже канал не нашли видеоканал она вроде бы нет потому что подпишите возьмите ручка вам буду говорить вот я пишу видеоканал открытым оком открытым оком оком глазом во свете библии и больше ничего не надо зарядить и можете написать игнатий лапкин это там 1770 наших роликов говорим 1700 это вам столько будет дано там по вопросам флейлистам посмотрите что есть даша вы где у нас на форуме были нет на форуме а запишите в google или в яндекс форум игнатий лапкин она по-русски откроется и можете зарегистрироваться и тогда можете участвовать а без регистрации вы можете все читать еще если сайт сайт во свете библии игнатий лапкин сайт наш сайт он единственный такой во всей мировой сети там 50 книг моим голосом насчитаны а я понял это там вы найдете златоуст полностью библия архипелаг гулаг вы найдете море там информации и там ответ на 4124 вопроса 55 папок и вы по папкам найдете что вас интересует еврейство мусульманство старобрящество то есть сами посмотрите семья здоровье вот там найдете и тогда совместите с тем что лазарев говорит я понял вот алик найти а кроме того если были же общаться это mail.ru система вы ее знаете ну сайт знаю mail.ru mail.ru мой мир я понял эта система как контакт и вы в нем ну если вы зарядите там лазарев и там 15 тысяч если на тело клеяде но там два у меня две страницы на одной я просто стою зима шапки а другой с голубем вот я с голубем это модератора отдельно ведут ну как копирует а где я просто шапки то можете попроситься друзья в контакте то ваш аккаунт работает модератор я сам туда не захожу я не захожу мне контакт не нравится из всех систем какие есть про одноклассники говорить не надо самые лучшие это полтора года назад был мой мир это mail.ru я одновременно одной кнопкой мог сразу послать послание на 10000 человек именно конкретно каждому который в друзьях у меня там где с голубем это модератор это модератор а где я просто в шапке стою там можем общаться там зайдете это они там все равно на меня будут перекидывать данные как у вас времени на все хватает? ну и вы прослушали где я комментирую выступление Чаплина против Кураева как вы к нему отнеслись к этому моему ролику? ну все правильно все как бы согласно слову библии что-то звать на конкретное писание священное поэтому они его совсем не любят и не знают они Андрея Кураева тронули они знают какие последствия будут ему это на пользу там есть это если зайдете на форум кажется называется или живой живой журнал Андрея Кураева и там утешение и обличение зарядите и там есть ролик мой я про него говорю об увольнении Игнатий Лапкин об увольнении Андрея Кураева вот так зарядите в YouTube ролик и там все найдете его обо мне что он говорит и я рассматриваю само увольнение как нужно понимать я вот приглашаю в себе он у меня приезжал как-то книги брал на сайте все мои 38 книг какие у меня 38 книг вышло это не просто брошюра книга это 750 страниц каждая это огромная библиотека и мы я вот нынешний опять думаем ехать по стране и в разные библиотеки я дарю везде дарю не продаю а для частного леса тут кто желает тогда уже можно продать на дорогу 90 процентов книг я отдаю библиотеке начиная с библиотеки Ленина в Москве нынче мы думаем пройти до Португалии захватить Англию Скандинавию и Прибалтику и уйти до Баренцева моря а вы там на иностранном языке вы для русских людей там которые знают русский язык допустим в Австрии мы прошлом году были 15 государств прошли где специально отделы для русских у нас есть вот немцы допустим немецкий район отдельно а бывает так что отдельно диаспора библиотека для русских прям целиком библиотека для русских я не знаю где-то было в Австрии кажется вот такие ну и вообще национальная библиотека она на любом языке берет там могут быть китайские и японские люди отовсюду приходят вот так я слушаю вопросы так что вы хотели от меня да я просто отвечал это следующее я недавно начал в принципе изучать евангелие поэтому хотел спросить я как вообще получилось ехал на поезде в Москву познакомился там с девушкой она вот мне рассказала что она ходит в церковь протестантскую баптистов евангельские церковь а девушка с которой познакомилась да и она меня пригласила говорит вот приходи посмотришь на службу послушаешь я пришел и мне вот общий настрой понравился и вот вы тоже правильно говорили что сейчас вот московская патриаршество что она как бы разваливается еще сейчас храмов много в основном там бабушки ходят вот а там да вот там разный возраст и молодые люди такие энергичные все они знаете вот так вот как бы внешне вот ваш мнение какое по поводу баптистов ответ такой что они не церковь они хорошие но они не церковь а вне церкви нет спасения вот вам весь ответ а почему потому что у них нет рукоположенного от апостола в священство церковь ходит только вот пять ветвей православие католицизм григориан армянские копты и сирийцы все за этим все абсолютно идет уже самая измышленная секта вы можете нравится там есть такие харизматы пляшут валяются кричат но для спасения вам это не на пользу я православия миссионер 52 год разных всех и люди приходят у нас каются делается православными батюшками православие она не разваливается она просто мертвая его надо вдохнуть его жизнь и у меня брат он протоиерея вот мы сейчас только пришли к богослужения вот только только сейчас зашли просто только положение они незаконно рождены и поэтому у них нет потомство а что собирается люди это и баптисты отдельно собираются 50 ники вот этих разных названий мормоны 21000 уже сегодня насчитывать скажем не 21 11000 но уже никак не меньше и у каждого библии кажется по своему то вышел все церковь получается не как всегда что да разные разные названия это первоапостольская там церковь благословения церковь христа то есть она вот здесь я нас новая жизнь новая жизнь и в районе тут газета района называется новая жизнь ну что они увидят то и скажут мне хорошо все мне хорошо или мое имя мое имя все это название секта они еще не разница есть баптисты но и детям баптистов а у них уже икон нету все так же как у вас они это гордость а начинаешь говорить ни одного места писания правильно не понимает все искажено в этом с этим проблему и по еще написание вверх ногами ставят у меня сегодня один второй раз вышел я сказал больше не звони он тысячелетнее царство будет сначала праведники воскреснут на небе будут отыщены здесь жизнь будет без без праведных да где ты дошел откройте 13 углом ответом написано оставьте россии вместе они хотели выдергать плевел до жатва жатва кончина века и при кончине века я скажу же не сам что прежде собрали плевел плевел и прежде не пшеницу все перевернули говорю а давай о другом говорить нет ни другом я бегать за вами не буду вы лекаетесь или мы расстаемся вы верите написанному а вот козлы сейчас мы увидим кто козел открывает 25 главу и господь разделит налево и направо налево козлы на право овцы разделит написано и тогда я сядет на престоле с ним ангелы это конец до конец и тогда разделит а вы за тысячу лет раньше разделили надулся сидит я вытыкаешься или нет да как я в эту тему вошел мне не надо было а вот как научили тебя в эту тему закрытая тема как у яговистов а у православия нет закрытой первое послание петра 3 15 говорит всякому требующему вас отчета всякие это я я у тебя требую отчета ты у меня требует дать ответ скротностью благоговения вы не можете дать вы уже нахватались этой ереси и теперь давите себе бред не пьяных старух златоуз говорит да как же первое воскресенье где-то нашел первое воскресенье то вот откровение 20 главе 4 стих правильно книга в духе написано то считай первые стихи день воскресный я был в духе в духе а ты понимаешь буквально вас рассуждение никакого нету а как туда первое воскресенье ну чтобы воскреснуть нужна первая смерть потом первое воскресенье адаму бог сказал смерть и умрешь когда вкусишь он умер и теперь как пятнадцатая глава евангелие от луки он вернулся отец говорит сын мой был мертвый ожил как воскрес принял христа и павел говорит к писяну 25 и нас мертвых по преступлениям оживтворил воскресил через веру во христа это первое воскресенье и блаженный свят а те лаут которые лягут в прах гниют они восстанут вместе вместе иуда восстанет павел гитлер вместе пётр все вместе восстанут это одно общее воскресенье вы заблудились и поэтому вы любую тему возьмете я вам докажу что у вас нету смысла вы во тьме находитесь истина дана церкви с первого дня на любой стих вот у меня выпущен трехтомник новый завет в трех томах полное толкование от первой буквы до последней по святым отцам церкви которая христом создана где можно у меня может вы зайдите посмотрите еще можно выслать я еще два дня дома буду вот где это христос делает христос а вы думаете я сяду растолкую ничего не растолкуете христос основал церковь они как понимают православие не такое там одни бабушки какая там церковь но она какая бы она ни была на церковь она христом основана в сионской горнице баптисты появились 1639 году в роджерсе первая община 17 веке дошла 17 веке христос снова сделал церковь он говорит врата да не одолеют ее врата да что такое врата да вы не знаете еретики вот вы вы конкретно еретики я говорю вы ее не одолеете христос не основал пятидесятников не основал иеговистов литеран 1517 год что в 16 веке только бог открывать начал он говорит создам создал одну церковь одну одна невеста одна жена замолки сидят ну кайтесь или расстаемся моим не спорить не надо мне это не положено я возвещаю истину спорит тот кто ничего не знает у него вопрос вопрос я от слова проблема его не произношу она у меня противно без слова нерешенные вопросы замените его от американцев сунули нам на перестройку а тогда а горбачев духовность духовность нет такого слова библии есть духовный человек а духовность как явление нет такого а у них как крестик нарисовали любой там сексопатолог перекрестил все иди в народ фильм хороший так хорошими во свете библии надо все рассматривать я просто виде как бы много лет я ходил в православный храм и считался православным но после именно этой встречи с девушкой я начал уже серьезно как бы ходить на службу к ним начал читать евангелие начал как было с ними разбирать то есть имеется у меня интерес такой возник и ну какие-то внутренние перемены то есть пошли то есть я начал уже пересмотреть свою жизнь уже относиться к каким-то своим слабостям более строго ну то есть вот я стал лучшую сторону меняться и поэтому а так как все равно сомнений некоторые есть поэтому не хочется разобраться и прийти как бы правильный вере к правильному пониманию правильное понимание в церкви а что вы нашли хорошее будьте благодарны богу и им и этого не отвергайте почему они любят библию это надо признать я сам обратился библию получил у 50 ников я с детства православный но я получил библию там я никаких языков не я изучал языки на разных языках разговаривал сам не они не только купите потом говорят они а просто учил силы потом не знание вот ярославле я бы мог дать вам задание небольшое или казанцев до найти его по разным храмам походить и мне срочно сообщить потому что когда мы поедем у нас связи это не будет это сделать завтра по разным храмам проехать подойти к священникам и сказать у вас такой есть или нет он пришел из сектантов он был руководителем и принял крещение он как бы он священник он нет они священник и священник юрий казанцев жена у меня пишет икону вот это еще это очень важная зацепка она икона пишет и сын у него один кажется тоже юрка звать один сын у него и он принял полное крещение у меня на форуме там есть переписка с сектантом ставшим православным называется это наша с ним переписка и летом я вернулся он исчез я его не могу найти но в друзьях у меня он состоит или ему запретили знать этом попы или что-то но мне хочется узнать заехать в гость вот это вот что случилось я знаю такое бывает допустим он хотел быть священником а его расспросили как с кем а папы на меня лютуют открывая истину они меня ненавидят люто лютые волки и поэтому они могли ему запретить тебе священником не быть пока стыгнать им лапкину ты не порвешь но и он видимо замкнулся им очень хочется быть священником но это неплохое дело я думаю что он был бы не худший священник потому что он был руководителем у сектантов он много знает и видно что человек хороший они его даванули я это это предполагаю только у меня данных никаких нет но и у меня есть опыт из других мест и люди из сектантов приходят православными в моем доме я на них являюсь был родителем они еще павел говорит я родил вас благовестие во христе иисусе а их сразу давят и давят самой чтобы не встречались совершенно ненормальная обстановка ну я продолжаю работать они поносят перед богом награда блажены когда имя ваше понесу они мне плохо то не сделают я сидел несколько раз вот и за слово божие еще в прошлый год я реабилитированный и когда в америке был как политзаключенные меня спрашивали как вам кгб помешало я вроде как но ниже посадили вас не что посадили я многое узнал туда бы и не попал вот я сейчас нахожусь в доме это дома тот меня отдали в счет погашения того что у меня изъяли был суд я его выиграл процесс его двумя домами рассчиталась государства со мной мэр города приехал вручил это все в нашей книге для слова божия нет уз вы когда зайдете на сайт и там верху написано для слова божия нет уз запишите название книги и там есть заголовки оглавление и вы по ним найдете в оглавление только ткнете сразу на тему это там как бы моя биография в тюрьме в книгах это все есть книга там цветные фотографии вот новый завет и в нем 240 только листов цветные фотографии геставо даре лучший иллюстратор то есть наше издание нового завета это лучше и больше никогда не издать такого она по восьми параметрам лучше чем какие были изданы до этого там я даю 297 комментариев выделяя главные места описания и как бы комментируя это комментируя толкование идет святых отцов это другим шрифтом написанный игнатий латкин и отчеркнуто на что обратить внимание если вложена филах 11 век он говорит о необходимости проповедь я тоже вставляю янка раштатский что сказал игнатий причине на то и сделай более расширенной приближая к сегодняшнему дню православия вот у нас здесь сектор тогда приходит у них ничего этого нету они по всему миру говорят на первые встретили вот чтобы православные знали библию и проповедовали и зовем их к тому я не всегда приезжает мы даем им слово сказать и станет явятся где они такого не встречали не знают это все делает бог поэтому открыто это всего мира но надо смотреть если в этом общении польза или нет конкретно вас какие вопросы еще по поводу до вопросов по поводу перевода в библии с несколько переводов у меня есть например сейчас скачал на телефон там синодальный перевод и современный перевод то есть он вообще прям таким самым доступным на даже пользуетесь а остальные вы можете почитать однако они близко не стояли синодальный перевод я даже не пытайтесь заучивать по тем переводом это перевод 4 духовных академий вы слышали такого освещения к александр меня убитый был убит слышал мы не что не знаете где-то на дети в интернете и там море о нем я лично знал его он еврей но он работал с оригиналами на резком языке когда спросила вы можете переводить вот так как павский который перевод и евангелие от мотвея абсалтырь от конечно нет вольстон от окрещенный еврей перевозчики были такие каких сегодня даже нигде нету эти перевозчики писали учебники для еврейских школ они знали арабский язык арабский латынский греческий это люди были с высочайшими знаниями а сегодня какой-то перевод делать по словарю смотрит еще смотреть я сравнивал переводы на разных языках русский перевод синодальный это один из самых лучших периодов в мире и переводить надо я знаю виссариона которая как асьяна я его насчитывал другие переводы чтобы ознакомить других людей они вульгарные еще там нет такого а это пренебесное озвучивание стих просто надо понимать кто участвовал макаре архимандрит алтайск от канонизирован филарет раздорф метрополита вот так так что пользуйтесь всегда только синодальной дело в том что синодальная она была издана до революции после революции здесь издавали при пиме алексея первым алексея втором при кирилле изданы только синодальной за рубежом только синодальной баптисты издают только синодальной 50 ники только синодальной субботники издают только синодальной то есть все на западе издает католическая только синодальной поэтому вам зачем идти, когда миллионы, сотни миллионов людей нашли новую жизнь через Синодальные. Там просто все-таки некоторые места не очень понятны. Ну давайте, давайте. Я сейчас конкурс не убью, что они понятны вам. Я понял. Еще вот вопрос. Не святые-святые книгу читали? Как? Как? Не святые-святые называют. Ну а хоть и ехай на Шевкунова. Да, попал. Да, да, да. Хорошая книжка, хорошие рассказы. Но я в жизни-то ничего не могу это взять. Он как будто Евангелие никогда не читал. Ну рассказы, почему с таким обществом он знает, все. Но это интересно, на заваренке посидеть, поговорить. Но это для благовестия-то никуда не годится-то. Это не Евангелие. Он никакой не проповедник, ничего. Нет. Он просто умеет перед властью прогибаться, перед своим начальством, перед церковными. Ему все это разрешается. Говорят, что он не духовник, вроде исповедует Путина. Это исповедует. Завтра у нас свой Майдан будет. А отношение к другим религиям у вас какое-то? Какие они другие? Ну, можно сказать конкретно. Мусульманство пришло. В прошлом году проехали 6 мусульманских республик. В изображении были. В доме молы ночевали. У нас прекрасное отношение. Мы им должны показать спасение во Христе. Без жертвы Христовой спасения нет. Мы должны... Почему? Деяние 4.12. Ни другого имени под небом данного с человеком, которым надлежало бы нам спастись. Читаемо Евангелие от Иоанна, 16-18 стихи говорит. Верующий в Сына Божия Иисуса Христа имеет жизнь вечную. А неверующий не увидит жизни. Но гнев Божий пребывает на нем. Вот. Я ему прочитал места и все. Я не могу добавлять к этому написанному уже. Слушай, а вот с Кришнаитами не общались? А? С Кришнаитами не общались? Это сатанисты. Я общался. Я знаю. Я изучал просто. Ага. Ага. У меня друг тоже есть. Он мне там показывал книги. Правильно там были скуплены. На форуме много еще там написано. Это сатана. Кришна это черный. Сатана. У меня один из друзей просится, но я его не принимаю. Даст какой-то где-то. Вот религиозные деятели, когда собирают здесь в крае, ну и он и среди них там приглашенный приходит. Если у мусульман Иса Иисус упоминается, там совсем не так, что он не умирал на кресте этим, то у тех вообще ничего нет. Там все от сатаны. Но они могут жить нравственно, живут по совести. А само учение чисто сатанинское. А буддист? Это одно и то же. Не разделяйте даже. Это все из одного мешка. Так, а по поводу вот еще крещения. Например, баптисты, они там крестят в сознательном возрасте и говорят крещение водой тоже, по-моему. Правильно, правильно. Апостольское правило 50-ое говорит крестить три погружения. Притом они крестят баптисты так. Вот берут человека, вот так вот, и вот так лицо у него здесь, они вот так его опрокидывают назад. Вот так назад, под воду. Это положение во гроб. А у римлян написано, мы крестились в смерть Христа. В смерть Христа Христос умер, воин упал вперед, там дома лежал больной на боку, а Христос умер стоя. У него руки прибиты были. И поэтому крещение должно быть стоя. Они даже крестят неправильно. Они не понимают этого. Баптисты крестят положение во гроб. То есть у них креститься не стоит, да? Ну, это такое крещение, святые отцы называют осквернением. Так вот по поводу рождения свыше, вот это что значит, я не совсем понимаю. А вы зайдите, это большая тема, они все у нас освещены. Зарядите. Просто у меня ролики о рождении свыше, ролика два или три. На сайте, на форуме. Это три ступени должны пройти. Две главное, это вы даже признайте, что вы погибший грешник. Абсолютно навсегда погибший. Но это надо осмыслить. И второе, поверь, что за твой грех умер Христос. И после этого принять крещение руками священника, а не сектанта. А если вот уже в детстве крестился, но я не помню, как бы... Если вы правильно покрещены, крестить второй раз не надо. Единое крещение. А если вы не погружены, не узнали, согласно 6 Сыренского собора, 84 правило, вы креститесь, как положено, с тремя погружениями. Пойдите в церковь, расскажите, найдите такого священника. А нет, к нам приезжайте. Тут батюшка покрестит. Я просто в детстве не помню. Ну, меня крестили, но я просто очень маленький был, и никаких документов не осталось. Погруженого или нет? Крестили где вас? Церкви? Ну, православной церкви крестили. Ну, мама рассказывала. У нас полное погружение, потому что везде все нарушено. Но у нас сейчас строятся купели везде. Прям везде строят купели. Вам можно приехать покреститься? Ну да, договориться уже, и мы выезжаем. К нам приезжают отовсюду священники, которые без погружения крещены. А не священники, архимандриты приезжают, крестятся, и опять едут домой, и дальше продолжают трудиться. Вот у православия. Православие все можно поставить на ноги. Там еще в ролике, где вы комментируете запись от Церкви Чаплина, там вы ему предлагаете приехать, чтобы он с вами пожил, и сразу с него вся эта дурь сойдет. Конечно. На других людей это приглашение встраняется, там можно как-то приехать уже. Ну как, я приглашаю Андрея Кураева, кого знаю. У нас просто так не приезжают. У вас нету, да, как бы там вот так вот? Не нужно приезжать, это в степи, от разъезда далеко, зимой вообще запрещено. Там ни одного здания нигде нету. Слазишь в степи, поезд останавливается, степь, ты не знаешь куда идти. И один поезд только среди ночи. Я знаю, что на смерть. На смерть. И поэтому, если едут в детский лагерь, сейчас вчера звонили из Сентуков. Они же едут с родителями, детей везут. Ну бывает, у меня раньше приезжали с Украины много, с Николаева, с Одессы. Ну о которых мы знаем. Вот как вы мы, я вас не знаю. Можно дальше познакомиться? Ну я вас-то куда знаю? Да нет, я все больно, я просто узнал, может у вас какие-то там есть курс там или что-то такое. Ну как какие-то там лагеря там тоже для... Детский лагерь, если бы вы были ребенком, или у вас был бы ребенок 7 лет, а вы отец его, тогда мы могли бы говорить конкретно по делу. Ну я понял. Ну пока нет. Потому меня как дома нету здесь. И куда я вас, в лагерь поместить взрослого парня, а у меня маленькие дети, я никак не могу. Я вас не знаю. А мы должны спать, ложиться и выходят ночью, и малые дети. Вы понимаете, какой риск? Непонятно. Уголовная ответственность. У нас приходили такие, чтобы приходилось их в милицию сдавать. Связывать, пороли их и отправляли в милицию. Были такие случаи. А они потом приезжали, просили прощения, каялись, чтобы с них сняли вину, иначе им грозило. Ну прощали и все. Ну, есть такие люди. Сбились с пути совсем. У нас 42-й год в лагерь. Ни одного повреждения, ни одного отравления, ни одной потери. Это что-то значит. Без помощи государства тысячи детей. Без рубля. Ну пусть каждый это делает. И у нас беспризорность, три с половиной миллиона детей, и будут разобраны. А судить, рядить. Патриарх не такой. Я знаю, не такой. Путин не такой. Не судить надо, а помогать, где правильно они делают. И молиться за них. Вот моя программа по Евангелию. Молиться за старей начальствующих. Я если говорю, то я обречаю в глаза. Прямо пишу Путину. Прямо пишу Патриарху. И говорю, вот это надо исправить. И приглашаю в гости. Ну а по Путину он как бы отвечал? Путин бы писал Брежневу. Писал бы он. То есть мне это дано. И я пророческим глазом из слова не я пророк, а пророческий глаз из книг пророческих. Я их пишу и вот это вот у вас будет. Надо сделать вот так. А по поводу Путина какие у вас прогнозы? Как бы он страну же вроде как поднимает или как считаете? Или не туда он ведет нас? Ну еще не туда. Туда не туда. Все он туда может. Как был верующим. Вот. Ну рейтинг его необыкновенно высок сейчас. Ну да. Это с Крымом и везде. Вот поэтому я в политику не вмешиваюсь. Но скажу, что трудно ему. Трудно. Его со всех сторон долбят. И убийца может засеять на него. Похушение может быть. Его трясутся ненавидят на Западе, на Украине. И поэтому за него надо крепко молиться. Мне другого не дано. Одно оружие – молитва и пост. Я молюсь за Януковича, за Юлию Тимошенко, за Турчинова Александра, за Ицензика Арсения. Я за всех молюсь. А как правильно молиться? Обрати Господи на путь истинный. Пробуди их совесть. Даем страх твой. Чтобы они знали, что над ними есть ты, царь царствующий и Господь господствующий. Вот как молиться. Чего я хочу? Чтобы они были истинными христианами. Молиться из-за Горбачева, чтобы Бог обратил его. Много наделал, чтобы в чем надо каяться. А ругаться – на это не ума не надо. А если вот у нас правило такое – семь раз в день становиться на молитву. Псалом 118 запишите. Псалом ПСС 118 двоедущая 164. 164 стих. «Семикратно в день прославляю тебя. Семь раз в день на молитву становитесь. Каждая молитва хотя бы по 7 минут. В каждой молитве не меньше 100 поклонов. Вот так. И тогда у вас всякая дурь пойдет стороной. Уже не до этого будет. У вас голос другой будет, отношение другое. Ты все время себя будешь представлять перед Богом. Попросите, чтобы Бог будил вас ночью. Ангел храните на молитву. И жизнь будет совсем другая. Вот православие. Стиктанты ничего не знают. Ни поста, ни креста нет. Это для виду. Они днем собрались. Днем. Я жил среди них. Я у них проповедовал с кафедр. Я их очень хорошо знаю. Они не духовные. В абсолютном большинстве. Надмене. Надмене. Они на исповедь не ходят. Каждый варится в собственном соку. А у нас посты, и надо идти на исповедь. А на исповедь открывать все, ничего не утаивая. И грех уже в сладость не будет. Они не исповедуются. А даже не исповедуются ни перед кем. У них нет человека, который имеет власть отпускать грехи. Не имеет. А священник говорит, власть у данной от Бога разрешает грехов. Почему? Бог сказал, кому простить и проститься, на ком оставить и оставиться. Считайте. Скажите, вот по поводу Библии. Там вот какие-то моменты вот все-таки требуют долгования. То есть где вот это почитать? В ваших книгах? Да. У меня полное толкование. Полное толкование Нового Завета. Полное. С Матфея вместе с откровением. А их здесь нигде не найти? Вот у нас где-то... Найдете вы на сайте. На сайте они стоят. Нет, там вот в бумажном-то виде. В бумажном варианте это только надо адрес писать. Вот вы в Mail.ru зайдите в Mail.ru, там легко создать страничку. Мой мир. Просто напишите. Мой мир. И выйдите на меня. Я вам скину данные, что вам нужно сделать, переслать деньги. И вам пошлют эти книги. И все это надо сделать быстро в течение не больше как одного дня. Потому что я уезжаю, я сразу дам наказ нашим помощникам. И вам отошлют. Но сначала вы пошлете деньги. Вот Новый Завет трехтомник без пересылки. Две тысячи. Это не деньги. Это книги почти в два раза дешевле их стоимости. Немного. Бумаги, сшитые, такие потати, цветные иллюстрации. Мы сами раскрашивали. Это больше года три человека работали. Это тоже наша работа. А там, то есть, как бы, каждая глава, каждый стих, да? Отдельно. Я ее разбиваю по главам. Она была по перекопам аммония. Трудно очень. И именно по главам, как в Библии. Глава, стих. Все на русском языке. Которые места нужны. Они крупно, жирно выделены. И на них дается там комментарий. Это вообще не создать никогда и никому. Потому что надо иметь такую биографию. И видеть эту ревность. Тогда Бог откроет. Я тогда сегодня вас постараюсь найти прям. О, полный. Прямо вы сегодня же войдите в мой мир. И свой адрес сразу давайте. С индексом полностью. И сразу пересылайте деньги. Сразу. Я дам на Сберкасту расчетный счет. А вы сегодня будете там? Я в мир. Я сейчас в нем. У меня все время открыто. А, я понял. Я сразу завтра уже днем. Будет после службы. У нас собрание. Я на собрание уже дам поручение. Сразу начнут. А карты Сбербанка нет? Там проще просто деньги переводить на карты Сбербанка? Я нет Сбербанка. Нет. У вас есть карты Сбербанка? Да. Просто можно вешать все. На карту нет. А только на Сберкнижку. А я просто. А каким образом переводится? Через почту? Я вам скину туда данные. Нет. Я просто ни разу не переводил. Вы пойдете в кассу и скажете вот по этому счету мне надо послать деньги. Они вам сразу сделают. А то есть через интернет не перевести? Нет. Никакого интернета нет. Конечно они перешли почты как всегда работают. Это самая для нас надежная система. Я понял. Сбербанк это центральный банк России. Все пенсионеры, все бюджетники, все Сбербанки. Поэтому для меня это лучше. Хотели сегодня как-то это Калибри. Там есть ВКонтакте еще работают. В основном не он тут работает. А Калибри, я говорю, даже не слыхал. Поэтому только через Сбербанк. Я понял. Вы зайдите в мой мир. Мой мир или Mail.ru. И там дальше вы идете. Зарядите Игнатий Латкин. А то еще так Игнатий один латкин надет. Вот оно у меня такое стоит. Однерка там. Так еще вопросы? А то есть вот начать то все таки с чего? То есть у меня какого тут никакого нет изучения слова. То есть начать вот с чтения. Из того, что вы пойдете в храм Божий. С сектантом, с протестантом не ходите больше. Вы уже все узнали, увидели. Дальше у вас уже только тонуть будете. Вы пойдете в храм, потом подойдете к священнику, благословите, когда все будут подходить ко кресту. Благословитесь. Посмотрите, там может есть молитвослов. Это совсем недорого. Болитвослов. А с книгами это отдельно я вам прошу. Чтобы у вас была своя Библия. У сектантов Библия 66 книг. Православная 77. Да, подождите. О, молитвы еще право. Ну вот это нормально. Это большая. У меня Библия есть такая стандартная. А вы знаете, как ваше имя переводится? Илья? Да. Божья милость и Божья. Бог моя сила. Три слова. Запишите. Запишите. Это еврейское имя. Бог моя сила. Илья это Бог. Так, еще вопрос. Вы православную Библию достаньте. И начинайте считать Новые Заветы и Ветхие. А когда у вас будет толкование, вы по толкованию все. И старайтесь запоминать какая глава, какой стих. Развивайте память. На картонке выписывайте отдельные места Библии, которые вас особенно тронули. Карманы забивайте такими, которые... Вот я вот такая вот их книжка сейчас читаю. Евангелие Аттанус. Одна книга есть. В Библии 77 книг. Это из Библии одна маленькая книга. Одна из самых духовных. Самая распространенная. Я вот просто не знаю, кто на самом деле толкование делал, потому что тоже разные люди есть. Ну, открывайте. На корочке там должно быть написано Синодального издания. А если не Синодального, значит, надо быть знакомым с писанием, чтобы определить, сектантское это или нет. Ну, откройте третью главу. Считайте вслух. Я скажу, правильно или нет. В смысле, пояснения прочитать? Нет. Никакие пояснения. Прямо Евангелие. Считайте третью главу. По порядку. Начинайте. Сначала идет заголовок. Нужда всякого человека рождения свыше. Первый стих. Между форисеями был некто именем Никодим, один из начальников иудейских. Он пришел к Иисусу ночью и сказал ему, Рави, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Богом. Иисус сказал ему ответ, истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие. Никодим говорит ему, как может человек родиться, будучи стар, неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться? Довольно. Это православное синодальное. А потом от пояснения, например. А пояснения там надо посмотреть правильно или неправильно. Но это все синодальное. Это православное. Это издали не свидетели Иеговы. Это могли издать баптисты. Крами баптистов издали книги. Ну вот баптисты они правильно издают. Но у баптистов в Библии 66 книг, а у нас 77 книг. Они 11 книг выбросили. Вот и сегодня все это обрубает, обратит. Не обруб. Так, ну если кинул вопрос, появится, то можно вам будет, как вы говорите, там в 3 до 4. Только до октября. До октября. Я вас не запрещаю, в октябре. А, до октября же вы поедете? Да, меня не боится дома. Уже все. Завтра вы можете еще зайти. И послезавтра, если вы найдете Юрия Казанцева, передать от меня поклон и узнать, почему он не отвечает. А как у него контакты взять или как вообще связать? Я не могу, как сказать у него. Надо его найти по храмам. Сколько там храмов? Нет, если я его найду, мне после того, как я его найду, то что сделать? И можно с ним переговорить, подойти и сказать, я так и так. Вы скажи, Игнатия Лапкина знаете, знаете, скажи, он очень вам интересуется. Потому что в этом году мы будем в ваших районах там. Как бы нам встретиться? И он спрашивает, почему вы не отвечаете? Вам папы запретили? Прямо в лоб ему вопрос задать. Хорошо. Что он ответит? И вы смотрите, когда он будет отвечать на лицо, посмотрите на глаза, смотрите внимательно. И мне это скажете, чтобы я знал, больше не лез. Чего нравится меня или что? Он от меня получил это все. Я помню. И это все выставлено напорами. Я благодарности конца крайне. Он получил полное погружение к крещению. Это все выставлено напорами. К крестилке он. И вдруг он не отвечает, и я потерял его. Я должен узнать, в чем дело, кто его. Что с ним случилось? Ну, если вы будете в наших местах, так и я вас тоже приглашаю в гости. Спаси Христос. Завтра, когда узнаете все, зайдете в Майл.ру и тогда так. Ну, я если заеду, заеду только в центральную библиотеку. По домам уже там ездить не буду. Если вы были кто-то, имеющие власть какую-то, людей могли собрать. Бывать в клубе, в Доме культуры собирать. Тут я бы тормознул. Часа на два мог остановиться. На два-три выступить, ответить на вопросы. У нас программа очень сжатая. Каждый день я должен... Например, в храме баптистов не хотели бы выступить? Я думаю, я бы мог договориться. Можем поговорить. Ну, так вам бы не надо сейчас туда ходить. Нет, ну да я понял. Ну, ради вашего выступления можно попросить. Ну, я не знаю. Не знаю, баптистов. Они-то еще думают, что они... Четыре, а то есть. И если... И вопрос, ответы. Я коротко скажу, даже не пробовать. И дальше ответить на вопросы. Потому что я не буду говорить, что Христос пришел на землю, умер за нас. Они знают это. Говорить надо то, чего они не знают. Они не знают, что они не церковь. А они на ту тему мне не позволят говорить. Я и знаю прекрасно. Очень даже хорошо знаю. Вы поговорите. Пусть на меня кто-нибудь выйдет. Я могу заехать, остановиться. Но среди недели они кого соберут. А мы же каждый день едем. А вы ориентировочно в какое время в наших местах будете? Ну, я думаю, это будет июля-август. В июле-августе. Но дальше трудно сказать. Потому что наш путь очень и очень большой. Очень длинный. Ну, да. Это не меньше, как пятьдесят с лишним тысяч километров должны пройти. Это люди, где уже знают выступления. Это очень много. И мы должны посетить еще 120 городов и районных центров в России. Плюс сто двадцать. А вы не храмы, а по городам. И каждому надо ехать. Заходить, искать. Где библиотека? Мне главное-то библиотеки. Я везу, дарю книги. Мы за два года подарили на семь миллионов сто пятьдесят тысяч. Подарили. Я дарю, как издатель, как автор. Я имею это право. И я имею великую радость и утешение, что книги работают. Это большая, да. Дай вам здоровья и силы. Все, тогда вопросов нет? Да вот, нет. Все, тогда не придумайте ничего. Последний вопрос не задал еще. Покажу, вот у меня брат пришел. Последний вопрос. По поводу сверхспособности. Вот Лазарев, ну, можно посмотреть все время будет. Про Лазарева. Он рассказывает про сверхспособности. То, что люди, когда начинают вести аскетичный образ жизни, соблюдать заповеди, из-под любого бога, у них открываются сверхспособности. Я его посмотрю. Посмотрю. Вы можете в нем не видеть и то. Мне недавно на такого одного показали. Я посмотрел, я к нему близко подходить нельзя. Он антихрист. Я понял. А они его нахвалят, там выступают с людьми. Я тут же прослушал аудио, посмотрел, что он пишет. Там ничего христианского нет. Он начинает исследовать, еще там цифры, хронология. Не надо ничего этого верующего. Верующим нужен Христос. А где можно потом ваше узнать мнение о нем? То есть вы где-то это напишите? Ну, на форуме я о нем ответил как раз. То есть вы про него напишите? Нет, я про Лазарева. Когда вы посмотрите и потом... Вот где-то в какой-то теме посмотрите. Я отвечаю на вопросы. Отвечаю на разные вопросы. Оно не тематически. Просто задают вопросы. Это прям на первой странице, как зайдете и сразу... А, то есть можно вам там... Можно вам на форуме написать и вы там уже... Да, я отвечаю. И на это мне в основном сбрасывают в контакте. Он в контакте. Какой-то человек говорит, а что вы об этом-то думаете-то? Я тогда там Евноми такой... А что вы думаете о Осипове, там, Укураеве? Я отдельно отвечаю. Вставляю здесь. Так называется тема. Вопросы к Игнатию Латкину, Тихону еще Латкину. И люди ждут ответ на эти вопросы. Вот так. Ну, понял. Все. Выключайтесь. Все, все. С Богом.